всем доброго времени суток всем привет приготовим сегодня торт а торт у нас панчо для этого я взяла 200 грамм масла растопила сливочное масло всыпаем сюда же сахар масло уже остыло 2 стаканчика сахара стаканы 250 граммовый пол чайной ложки соли грамма 2 ванилинчика 4 яйца разбиваем по одному вот так чтобы лишнее ничего там сюрприз не оказался размешаем до растворения сахара вот так добавляем кефир полтора стакана в стакане 250 миллиграммовый у меня получается полтора стакана 375 грамм этим же стаканом я буду и взвешивать и муку какао во вторую часть тесто будем класть так как я два коржа буду выпекать соду и уксус положим в конце и так отмеряем стаканчики вот такие 250 граммовые у меня в стакане мука помещается 160 грамм 3 стакана это получается 480 грамм в трех стаканах мука и так второй стаканчик высыпали просеиваем обязательно и 3 всего муки ушло у меня 480 грамм то есть три стакана по 160 грамм вот так теперь отправляем чайную ложечку соды и гасим ее обязательно уксусом одну столовую ложечку достаточно будет уксус у меня столовой девяти процентный зашипела и перемешали вот так все тесто как на ладичке но зашипела вот как видите все тесто отличное если зашипела значит все получится берем теперь противень застилаем пергаментной бумагой многие говорят надо водичку наливать никакой воды иначе у нас будет пирог или что-то у нас торт не жарится а в париться и так в углу собрали вот так рукой складочки вот как видите нажали рукой держим крепко все складочки вот так вот прижали получили складочки собрали в углу также натягиваем тут поправили держим теперь крепко и натягиваем бумагу и во второй угол как бы так держим теперь опять в углу потянули на натягиваем бумагу и делаем складочки все готово вот как видите никаких проблем теперь выливаем тесто больше половины и разравниваем в меньшей половинке наверное осталось и теперь разравниваем все примерно толщиной где-то чтоб получилось сантиметр духовку разогреваем заранее минут до 10 так чтобы градусов 200 была духовка теперь удали ударили по столу раза два чтоб пузырьки полупались и отправили в духовку 12-15 минут не больше теперь готовим крем взяла я сметану 20 процентную где-то 600 700 грамм понадобится сметана я взяла два стаканчика вот таких вот стаканчики по 320 грамм и отправляем стаканчик сахара все это растворяем размешиваем пока сахар не растворится вот и крем будет готов отправим естественно в холодильник чтоб она не стояла на столе не грелась а наоборот под застыла и приготовим второй крем творожный я взяла творог 600 грамм тоже и стаканчик сахара и блендером все теперь вот это вот перетираем перемешиваем блендером чтобы вот это все превратилось у нас в легкую белую пушистую сладкую массу вот такой крем у нас должен получиться вот как видите кремообразный творог получился все достаточно на теперь приготовим помадку шоколадную обычную как я люблю готовить берем две столовые ложки сахара и такие же две столовые ложки полненькие какао тоже все отправляем туда же к сахару и заливаем сюда 5 ложек водички все теперь мы это в последнюю очередь сварим то есть доведем до кипения буквально 300 секунд и помадка будет готова ну а теперь остались осталось добавить какао во вторую часть теста отправляем две столовые ложки какао в тесто просеиваем если комочки есть ложечкой придавили и опять дальше просеиваем все вот как видите также со второй ложкой поступим и теперь перемешаем все хорошенечко хорошенечко все 2 тесто у нас готово для второго коржа все ждем первый корж все он готов испекся ровно 12 минут был в духовке берем шпажку и проверяем все отлично вот как видите вынимаем его на стол берем за бумагу и подтягиваем все даем остыть немножечко ну а второй корж отправляем в духовку то же самое расселили пергамент и вылили на на противень все растягивать ничего не надо так как тут у нас меньше немножко теста чем первый корж был все чуть-чуть вот так вот разлили достаточно чтобы не совсем тоненький был примерно сантиметр толщиной все отправляем в духовочку тоже 12 10 12 минут примерно сколько там у вас будет выпекаться берем теперь тарелочку и вырезаем по тарелке такой круг диаметр любой можете брать большой маленький там какой вам удобно квадратный какой вы хотите торт все теперь вот эти края мы отломаем мы все равно их будем ломать и все сложилось горкой вот так видите такой бисквитик очень мягкий нежный вкусный все теперь сложим все эти кусочки на тарелочку мы их будем вылаживать горкой сразу же ломаем чтобы они остыли вот так ну что ж убираем края лишние бумаги переворачиваем на тарелочку и даем полностью остыть аккуратненько так как бисквит нежный может сломаться все сняли бумагу достаточно но теперь сварим помадку я поставила на печку вот как видите закипает потихонечку и дадим 30 секунд закипеть покипеть помешиваем слегка размешиваем комочки чтобы не были вот и все все ждем 30 секунд и снимаем нашу лазурь вот так можете шоколад на водяной баньке растопить со сливками или как там ну я как видите мне простой вариант сахар какао и вода ну что ж глазурь моя готова снимаем с огня и все вот как видите вот такая глазурь получилась сладенькая вкусненькая достаточно итак у нас спекся второй корж вынимаем опять же также на стол дадим слегка 5 минут отдохнуть ему обрезаем по тарелке второй корж готов а эти остатки не выбрасываем естественно вот как видите бисквитик тоже такой же как и первый получился все ломаем кусочки складываем на тарелочку и сейчас мы будем это все вкладывать сверху на торт ну что ж осталось теперь собрать наш тортик и все вот как видите два сантиметра толщиной у нас получилось достали крем с холодильничка он у нас под застыл как видите отличный теперь выкладываем на корж 45 ложек крема размазываем и сверху 2 отправляем вот как видите добавим пятую ложечку как я и сказала все отлично кладем сверху теперь берем в руки корж переворачиваем и кладем сверху снимаем бумагу и также мажем кремом тоже также 45 ложек отправляем крема оставшийся крем будем выкладывать сверху на наши маленькие кусочки все размазали хорошенечко края бока чуть-чуть помазали размазали вот так вот все на теперь укладывать сейчас будем сверху вот эти кусочки которые нас подтираем тарелочку сразу же и продолжаем и так начинаем выкладывать сверху наши кусочки где неровно можете залатать маленьким кусочком бисквита вот и все как я и сделала ну а теперь выкладываю все сверху кусочки вернее половина и смазываем кремом я сначала светлые кусочки положила потом темненькие добавлю все смазываем хорошенечко кремом у нас все вполне должно хватить вот как видите теперь выкладываю оставшиеся кусочки нашего бисквита и тоже промазываю кремом вот так делаем такую горку поправляем все оставшийся крем выкладываем сверху и уже будем второй слой у нас будет творожный крем мы его полностью обмажем творожным кремом все замазали размазали вот так ну а теперь достали второй крем творожный вот как видите и теперь все это мы сейчас замажем творожным кремом бока наши тортика вот эти края бока края вот так лопаточкой или ложечкой ровненько теперь вот так чтобы ровненько было и сверху теперь все замажем лопаткой все заровняем и у нас получится красивый ровненький панчо вот так все лопатка тянем вверх все время вверх потягиваем чтобы такая горочка небольшая была потом вот эти вот следы от щеточки заровняем сейчас вот так тянем все время вверх вот и все тортик почти готово осталось его облить нашей шоколадной глазурью и все я как видите все заровняла как и сказала все ладненький наш тортик теперь взяли решеточку духовки поставили на поднос положили тарелку с тортиком и сейчас зальем вот этой глазурью наш весь тортик все тортик мы готов рецепт оставлю под видео в описании а еще под видео в описании у нас есть ссылочка на наш семейный канал заходите подписывайтесь ну что ж всем спасибо за комментарии за лайки и за пожелания тортик сейчас постоит два часа и я обязательно вам покажу в разрезе а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Необычные котлеты по-кисски Творожную запеканку, как в детском саду Да много еще чего! А сейчас начинается пора майских праздников С шашлыками на природе, с вкусными блюдами на углях И я для вас подготовила ряд рецептов для приготовления в эти праздники Очень рекомендую увидеть, приготовить, уверена вам понравится До встречи! Буду вам рада!